Всем привет, с вами снова Виктор Балет. Просмотрел новости последнего времени из Казахстана и меня затронула тема холодов, потому что здесь на западе у нас тоже температура опускается, но еще более-менее нормальные, хорошие температуры. Сейчас плюс 5, было так минус 2, плюс 1, плюс 2 и это уже для Германии считается уже немцы мерзнут. Но то, что творится сейчас в Экибестусе, это вообще никак неописуемо. Я вспомнил свои времена, когда я жил в Каражале, когда у нас в новом городе тоже были проблемы с отоплением, многие люди жаловались, что были хорошо. ТЭЦ плохо прогревало, потому что слишком далеко находилось. Пока горячая вода проходила по трубам и нагревала эти бетонные здания, конечно, температура терялась, давление терялось и, как правило, на верхних этажах все очень плохо прогревалось. То же самое было и в Киргизии, когда я жил в Восходе, в микрорайоне, в городе Пржевальск у нас тоже. Была старая кочегарка, отопление, система старая, все ржавое, все рвется постоянно. И эта проблема, она в Киргизстане, в Казахстане осталась и по сегодняшний день. Если посмотреть, износ труб и техники в некоторых местах достигает 80-90%. То есть, все, что было построено лет 40-50 тому лет, все это эксплуатируется по сегодняшний день. Естественно, никто ничего туда не инвестирует. Все только разворовывают средства. И таким образом получается, что толку нет. Ну, жители Экибастуса, они как-то пытаются выживать, спят в зимней одежде. Ну, вот я смотрел несколько роликов. Если температура в квартире 0 градусов или опускается ниже нуля, батареи все размораживаются, все лопаются, канализация не работает. Можете себе представить, высокоэтажные дома, они работают, канализация. В городе режим чрезвычайного ситуации. Естественно, нагрузка идет на электрические сети, трансформаторы сгорают, плитки уже не работают, обогреватели тоже уже сгорели, перепад идет. Полностью вся инфраструктура, все накрывается от морозов. Да, если это все не работает, если это не поддерживать в плюсовой температуре, все канализационные люки, вся эта канализация, все водопроводы, теплоцентрали, все это размораживается, это только начало зимы. Ну, в Казахстане, конечно, зима уже идет. Представьте себе, еще сейчас весь январь, февраль, март я в Каражале, когда жил, там же еще зимы достаточно много будет у вас, то есть она еще не кончается. Люди вообще даже не представляют себе, что теперь делать. То есть это огромное количество людей. Там буквально, когда 27 числа это произошло, в 15 местах одновременно прорвались все трубы, и без тепла оказались 150, в этом 150 тысячном городе, 150 многоквартирных домов осталось без отопления. То есть это вообще, ну это тысячи, десятки тысяч людей. И до сих пор еще толку никакого нету. Все туда сейчас бросаются, все силы. Туда направляются волонтеры, люди, как помогать друг другом. Такая катастрофа, такого огромного масштаба, и это только-только начало, потому что зима еще только-только началась. Люди пытаются эти трубы разогревать всякими там подручными средствами, но это все ничего не даст. Я сам атомщик по специальности атомной станции установки, работал в Пржевальске тоже на котельных, таких мощных, современных. И если где-то что-то, трубы размороженные, вы представляете, сколько это работы, да? Это огромное количество работы, это невозможно, ну и как остановить. То есть я даже не представляю, как они это все будут разрешать. И, естественно, недовольство масс будет, люди будут начинать протестовать. Казахстан недавно пережил эти все события. И поэтому, наверное, единственное средство, способ будет это эвакуировать этих людей. Ну а куда эвакуировать, да, если в других городах примерно то же самое происходит. И там техника и теплотрассы, все это тоже в старом таком аварийном состоянии. Электросети везде накрываются медным тазом, образно говоря. Массовые такие сбои, перебои в электричестве. В электричестве, ну это вообще ужас. Ну что я могу вам сказать, что, конечно, у нас в Германии вопрос этот решается по-другому. У нас в основном отопление находится в домах. То есть вот эти теплотрассы, теплоцентрали, все это ничего не дает. Надо, чтобы отопление находилось у вас непосредственно в вашем доме. У нас сейчас новые квартиры, новые дома строятся. Так там вообще отопление у нас, солнечные батареи на крыше находятся. Потом в домах находится инфрарод отопления. Такие даже уже не батареи, не трубы там. А все это инфрарод, специальные отопительные такие системы. То есть электричество, которое вырабатывается при помощи солнечной энергии, оно поступает в квартиры и потом отапливает эти инфрарод панели. И таким образом в квартире получается тепло. Это уже в современных таких условиях. А если дома еще старые, то у каждого есть свой в подвале, есть котел. Электрический там, или же, например, дизельный, или же газовый. С газом сейчас у нас тоже поставки очень. Все это подорожало, но тем не менее Европа выживает и ничего такого серьезного у нас не происходит. То есть люди не мерзнут и такого у нас ничего нет. То, что даже себе невозможно представить, чтобы у нас такое было. Единственное, можно пожидать жителям Казахстана, чтобы они как-то помогали друг другу в этой сложной ситуации. Может быть как-то правительство где-то что-то поможет людей вывезти из этих регионов, предоставить им жилье в теплых регионах или построить какие-то... Но построить это невозможно в такие короткие сроки. То есть разместить людей просто в тех квартирах, где еще отопление есть. Или можно уехать к родным, близким, знакомым. Там где-то все работает. Это единственный способ, потому что можно в холодной квартире просидеть, например, сутки, двое, трое, десять. Но если у вас дети или старики, то потом они заболеют, там поумирает, потом огромное количество людей. То есть это очень серьезно. Поэтому здесь нужна такая взаимовыручка. Нужно просто из этих регионов людей эвакуировать. Да, этот вопрос нелегкий, но по-другому, наверное, никак не получится. Так, с вами был Вика Балец. Заходи на мои следующие ролики. Подпишись. У меня очень много есть интересных тем, что касается здоровья, что касается жизненных всяких вопросов. И вот экономики. Эта тема меня тоже так интересует. Особенно если связана с состраданием людей. На это просто так невозможно смотреть. Всего вам доброго. Чтобы у вас дома было тепло и светло. Желаю вам. И до следующего ролика. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова